Библейский портал экзегет.ру представляет Мир всем вам, дорогие братья и сестры! И на библейском портале экзегет мы вместе с вами продолжаем рассматривать Евангелие от Луки. Сегодня читаем и комментируем шестую главу. В субботу, первую по втором дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосье и ели, растирая руками. Вот тут мы читаем про субботний день. При этом, если мы читали бы славянский текст, там было написано бы в субботу второпервую, а синодальный перевод, он уже немножко как бы дает вот это объяснение, что такое второпервая суббота, первая по втором дне Пасхи. Но тут тоже вот не совсем вот, может быть, понятно, о чем идет речь, а растолкуем, как вот по сути было. Сам праздник Пасхи, он тоже назывался субботой, то есть суббота — это день покоя, и всякий праздник уже хранил в себе определенный покой, тоже считался субботой. И поэтому Пасху иудеи, они отмечали как самую главную субботу, как самый главный день покоя. И, допустим, если вот Пасха приходилась бы вот по-нашему как бы на пятницу, а после этого следующий день как бы субботы. Вот эта вот следующая суббота, она называлась второпервой субботой, то есть, ну, как бы вот первая суббота, которая происходит после праздничного дня. И это вот еще продолжаются определенные празднования пасхальные, но сам день субботы по иудейскому закону накладывал определенные ограничения, нельзя было предпринимать никакого труда. Но вот ученики Христова, они испытывали голод, и тогда они что, срывают колоссия, берут зерна, растирают, чтобы шелуха вся улетела, и уже освободившиеся зерна они вкушают. Некоторые же из фарисеев сказали им, зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы. Вот фарисеи, они все время были такие очень въедливые, наблюдали в чем бы укорить учеников Христовых, и они считают, что даже такое вот элементарное дело, как растирание колоссий, оно уже является недозволительным трудом. Ну, тогда, может быть, не надо и ложку к рту подносить, разламывать хлеб, может быть, не надо делать и жевательных движений, то есть, если это полный день покоя, то тогда вообще надо просто вот лежать на постели весь этот день. А закон вообще, он не накладывал на самом деле таких строгих ограничений, и закон разрешал вообще вот брать колоссия с поля, там оставлялась такая вот полоса на каждом поле, полоса, внешняя полоса для тех, кто был голоден, для нищих людей, и они могли собирать, и если нечего есть, то и в субботу такие люди могли насытить свой голод, потому что закон Божий дан не для того, чтобы подвергать людей смертельной угрозе. Ну, вот фарисеи, они говорят, что вот, мол, нельзя этого в субботу, Иисус сказал им в ответ, «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий, взял хлеб и предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел и дал бывшим с ним, и сказал им, сын человеческий, есть господин и субботы». Действительно, у царя Давида, он еще не был тогда царем, был такой вот момент, когда он спасался бегством от Саула, и он проходил мимо города Номвы, там располагался ковчег Завета, там располагалась Скиния, еще не было храма построено, храм при Соломоне уже, сыне Давидовом, а вот в тот момент в городе Номве находилась Скиния, и есть было совершенно нечего при Давиде, какая-то вот группа его сподвижников была, а в храме что? Там только оказалось, Переозвещение говорит, что вот есть только хлеба-предложения, других запасов не было. Это вот 12 хлебов, которые каждый день ставились в святилище, ну, как некое вот приношение Богу, потому что от начатка всех трудов нужно было посвящать Богу. Да, и возникла такая вот ситуация, что больше ничего есть нечего, и первосвященник сам отдает вот эти хлеба, потому что это спасало жизнь тем, кто вот терпел голод. И никакого нарушения здесь, закона Божия не было. Да, вот как тут мы и читаем, да, что Он вкусил то, что не должно было есть никому, кроме одних священников, и Он ел и дал бывшим с Ним. И Спаситель говорит, Сын Человеческий есть Господин и Субботы. Наименование Сын Человеческий относится именно Господу Иисусу Христу. Конечно, основное здесь это то, что подчеркивается, что Сын Божий решил стать таким же, как мы, то есть Сыном Человеческим. Умалится настолько, чтобы принять человеческую природу и родиться как простой ребенок среди людей. И вот Сын Человеческий – это имя указывает на подлинное человечество Господа Иисуса Христа. И это имя, кстати, упоминается у пророка Даниила в его видении, где он говорит, что созерцал я вот в этом видении, как к ветхому днями подведен был как бы Сын Человеческий, или подобный Сыну Человеческому, там по-гречески сказано. И ему, то есть вот Сыну Человеческому, дается слава, честь, царство, и царство его будет царством вечным. То есть речь идет о Мессии как истинном Сыне Человеческом, который примет вечное царство. А вечное почему? Потому что он не просто Сын Человеческий, но он еще и Сын Божий. И потому что после своей крестной смерти он на третий день воскреснет и благодаря Церкви создаст свое вечное царство. И вот Сын Человеческий есть Господин и Субботы в каком смысле? В том смысле, что Христос, он есть на самом деле законодатель. Как Бог, он и давал эти законы. Он и давал закон о субботе, о опресниках, о других каких-то предписаниях ветхозаветных. И поэтому он знает, в каком случае можно применять этот закон, а в каком должен выше оказаться закон любви и закон милосердия. То есть Сын Человеческий есть Господин и Субботы. «Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить». Спасители обычно именно в синагогах первое слово свое обращал к иудеям, потому что туда собирались люди с разных концов. «Там был человек, у которого правая рука была сухая». А это, надо сказать, для человека составляло огромную трагедию, потому что правая рука – это основная рука для трудящегося человека. И с лишением трудоспособности правой руки он теряет возможность заработка. И уже, видимо, знали, что Спаситель исцеляет подобных людей. И вот книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. То есть получается, что они настолько лукавы, что целью своего общественного служения ставят только вот отслеживать, кто где чего нарушает. И специально смотрят за Спасителем, за Господом Иисусом Христом. «Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку, встань и выступи на средину». Вот тут написано, что Спаситель прозревает их помышления, а прозревать помышления может только Бог. А Господь, как истинный Бог, Он же и сердцеведец, Он знает, что в сердце человека. Он видит их лукавое настроение, поэтому специально, в данном случае, подзывает человека с сухой рукой и говорит, «Встань, выступи на средину». И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус, «Спрошу я вас, что должно делать в субботу? Добро или зло? Спасти душу или погубить?» И вот, братья и сестры, в этих словах приоткрываются очень важные тайны. Что есть добро и что зло? Добро есть проявление любви и милосердия. Добро есть всегда проявление чего-то Божьего, а Божие, оно ищет благо человеческого. И поэтому, конечно же, Господь хочет исцеления этого человека. А зло – это что? А зло, как трактуют святые отцы, это отсутствие добра. То есть, если ты не делаешь добро, то ты уже грешишь. Вот в чем тут суть. Не надо думать, что если ты отстранился от добрых дел и просто лежишь на диване, что ты как бы в нейтральном состоянии. Ни добра, ни зла. Нет, такого не бывает. Если ты лишился добра, то ты уже оказался в состоянии зла. То есть, зло – это есть неделание добра тогда, когда ты его можешь сделать. Вот если ты видишь, что какой-то человек, ты его можешь выручить в данный момент, что-то ему подсказать, помочь, а ты отстраняешься и как бы равнодушно со стороны наблюдаешь, как он будет терпеть какие-то бедствия. Вот ты уже сделал зло, потому что ты не захотел делать добро. И делая добро, мы спасаем и свою душу, и спасаем того человека, которому делаем добро. И вот фарисеи молчат, и, посмотрев на всех их, сказал тому человеку, протяни руку твою. Он так и сделал. И стала рука его здорова, как и другая. Вот тут интересно отметить, что на самом деле Спаситель, он и не нарушал законы о субботнем покое. Считалось так, что врачебное искусство требует много различных усилий. Это действительно так. Вот если бы Спаситель подошел к этому человеку, начал бы массажировать его правую руку, разминать, растирать, мази какие-то накладывать, может быть, что-нибудь еще шептать, как какие-нибудь там заговоры, как некоторые делают. Это, конечно, мы не поддерживаем. То вот тут действительно считалось бы, что он выполняет какую-то работу. А Спаситель ни растирания, ни массажа никакого не проявляет. Он просто сказал, что вот ты протяни руку твою. Сказать слово, это не значит выполнить какую-то работу. То есть Спаситель не нарушил субботнего покоя, а руку протягивал сам тот человек. А он же не знал, что она протянется. То есть она у него была и сохшая, но Спаситель сказал, ну вот он и протянул свою руку, и она стала здравой, стала рука его здорова, как другая. То есть на самом деле Спаситель, исцеляя его, не нарушает заповедь о субботе, потому что не выполняет никакого труда и никаких усилий. Они же, то есть фарисеи, какова их реакция? Они же пришли в бешенство и говорили между собой, что бы им сделать с Иисусом. Вот когда мы говорим, например, про то, что такое грех хулы на Духа Святого, то вот тут как раз пример очень интересный. Они понимают, что, в общем-то, Спаситель даже с формальной точки зрения не нарушил никакого субботнего покоя. Но так как здесь пред взором их очевидное такое чудо, они его не любят, Спасителя, но нет у них к нему любви, расположенности, то приходят в бешенство. И все внутри, получается, переклинивает. То, что здесь действует явно же Божья рука, то есть Божья благодать действует. Духом Святым действует Христос. И они вот что бы сделали, как бы нам погубить Его? То есть вот и есть это, собственно, грех хулы на Духа Святого, когда очевидное чудо, оно отвергается, и они хулят Его. Ну, к сожалению, так вот оно и было. В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Вот, конечно, здесь есть определенная такая тайна, ведь он же сам Сын Божий, да, но он и истинный человек. Если углубиться немножко в богословие, то что мы понимаем? Что он подлинный человек. То есть ум человеческий, воля человеческая у него, все чувства, и душевные, и телесно-человеческие. Но нет отдельной человеческой личности. То есть лицо божественное, личность божественная, вторая поста Святая Троица, которая восприняла человеческое естество и умом человеческим, волей человеческой управляет именно Сын Божий. И вот он молится Богу Отцу. Он, как человек, молится Богу Отцу. Сын Божий по-человечески обращается к Богу Отцу, показывая, что естество наше, оно нуждается в укреплении духовном, да, и перед всяким ответственным делом нужно обращаться в молитве к Богу. А это для чего нужно было? Потому что после этого он избирает учеников. Когда же настал день, вот после этой молитвы, призвал учеников своих, это уже вот второе такое призвание, когда конкретно избираются апостолы, и избрал из них двенадцать, которых и наименовал апостолами, то есть посланниками, чтобы посылать с благовестием Слова Евангельского. Перечисляются имена Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его. Да, Симон, он первым, действительно был первоверховный, он и по возрасту постарше был, и наиболее такой вот ревностный, в стремлении угодить Христу. Андрей мы знаем по Евангелии Таанна, вначале даже вот Андрей, а потом Симон. Иакова и Иоанна, это сыны Зеведеевы, Зеведеевы Иоанн, он же Иоанн Богослов, ну и дальше вот Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Матфей евангелист, Иакова, Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом. Зелотом, то есть ревнителем, ну считается так, что он же был Симон Канонит, призванный прямо вот с брака в Кане Галилейской, тот самый жених Симон. А Зелот по своим общественным представлениям, таким общественно-политическому своему мировоззрению, он был ревнитель и ставил задачи как можно более скорое освобождение Израиля и Иудеи от римского господства. Ну тут всегда мы наблюдаем такую удивительную вещь, что Матфей тот был мытарь, собирал налоги для римлян, а Симон был Зелотом, то есть наоборот, горячо протестовал против римлян. Но спаситель того и другого отвлекает от политических стремлений, показывает, что выше. Выше – это служение вечной бессмертной жизни, служение Богу. Иуду Иаковлева и Иуду Искариоты, который потом сделался предателем. Вот такое точнее, что потом он сделался предателем. Это значит, что вот можно хорошо начать, но плохо закончить. А из-за чего так? Из-за того, что надо еще до конца выстоять. Есть искушение, есть собственная неустойчивость, нужно работать над собой. И стать христианином не означает, что ты уже спасешься, потому что пронесешь ли ты веру Христову до конца или окажешься предателем. Так что расслабляться нельзя. Если там из числа 12 один стал предателем, то мы понимаем, почему в 20 веке очень быстро кто-то предавал, выдавал других, отрекался от веры. Если среди 12 Иуда Искариот, и при этом он еще носил с собой вот этот ящик, куда собирали сбережения. Кстати, тогда могли сказать, ну что же это за ученики такие, если там Иуда Искариот. То есть не надо идеализировать, искать, что все будут идеальными. И Спаситель дает некую как бы модель, модель человеческого сообщества и христианского сообщества, что будут верные, будут неустойчивые, будут те, которые проявят слабость, но потом все равно станут первоверховными. Это Симон Петр. А будут те, которые вроде бы тоже совершали чудеса, проповедовали, а отпадут, как Иуда Искариот. И сойдя с ними, стал он на ровном месте. И множество учеников его, то есть не только двенадцати, но еще и множество ходило. То есть как бы три круга было. Вот простые люди, которые во множестве, потом круг, ну можно считать, что там как бы их 70 учеников, да, это упоминается в Евангелии. И узкий круг двенадцати, наиболее близких. значит, множество учеников его, и много народа, и все Иудеи, и Иерусалима, и приморских мест, тирских и седонских, то есть это к северу, это вообще-то уже за пределами даже Галилеи, языческие места, откуда тоже приходили люди, которые пришли послушать его и исцелиться от болезни своих, также и страждущие от нечистых духов. Ну, в общем-то, хоть мы все время произносим такие вот высокие проповеди, что надо не ради исцеления идти за Христом, не ради какой-то корыстной пользы, но в реальности мы все такие. Мы все хотим, чтобы Господь нас исцелял в случае тяжелой болезни. Мы все хотим, чтобы никакие наваждения, тем более там бесовские, к нам не приближались. И, в общем-то, мало кто возвысится до какой-то бескорыстной такой степени служения Богу, что вот неважно, болеешь ты, не болеешь, а главное Богу служить. А людям все-таки хочется и жизненного какого-то покоя, стабильности. И это не только они, и мы так. То есть все хотят исцелиться, все хотят быть свободными от нечистых духов. И, кстати, там говорится, и исцелялись. И исцелялись, потому что Господь Иисус Христос, он вот прямо конкретно находился рядом с ними и даровал им такие вот исцеления. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. Это сила его благодати, его нетварной, божественной энергии. Люди действительно хотелось прямо тактильно, вещественно, чувственно потрогать, чтобы хоть немножко почерпнуть этой силы благодатной. И что же он? И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил. И говорил он самое главное. Вот то, что мы прочитаем дальше, это некая вот такая вот суть евангельского благовестия, его зерно главное. Трактовать это очень трудно. Написаны горы трактований, комментариев, и мы сами пишем книги на эти темы. И все-таки, когда вот читаешь, то чувствуется, что вот слово очень простое, но при этом непередаваемая мудрость. Простое, чистое слово, за которым стоят какие-то вот очень глубокие такие законы жизни человеческой. «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо восьмеетесь». То есть, сейчас блажены те, кто терпеливо принимают невзгоды и страдания, не ропщут, которые несут свой крест. Вот сказано «блаженны нищие духом». Что значит? Ну, мир превозносит вроде бы людей сильных духом. Там, какого-нибудь Александра Македонского, который уж настолько крепок духом, но на самом деле он оказался не настолько крепок духом, что раз он в порыве гнева своего друга убил, о чем сам потом горько жалел. А вот «нищие духом» это значит, что человек полагается не на себя, не на свои душевные силы, а на Бога. Вот один молодой человек, он решил бросить курить и бросил курить, и он в туалете к дверце сигарету приклеил, перечеркнул ее и написал «я сам». Ну, прошел год и он опять начал курить. То есть, вот что такое «я сам». То есть, если положился на себя, то со временем понимаешь, что не настолько-то крепок у тебя дух. И вот «блаженны нищие духом» это те, кто понимает, что нет, не сам, а вот только с помощью Божьего, другой знакомый, он не мог никак курить. Он поехал, и когда приложился к мощам преподобного Амвросия Оптинского, то у него вот эта страсть отошла в сторону. То есть, вот он осознавал свою нищету духовную, и от Господа ему дана была духовная сила. то есть, не его личная сила, а сила Божия. И знаю, такие случаи, когда к преподобному Сергию тоже обращались. Ну, понятно, просто страсть курения, как бы она такая вот очевидна. А тут речь идет о всем вообще. И что вот ты прежде всего увидь свою недостаточность, что вот ты сам по себе не можешь. Если ты говоришь «я сам», то рано или поздно это будет порушено, как Вавилонская башня или как карточный домик, который человек строит, и он в одночасье рушится. И вот только те, кто смирились, кто видит свою греховность, свою слабость лично, обращаются к Богу из осознания вот этой своей немощи, вот они сподобляются духовной силой, и таковых есть Царствие Божие. «Алчущие ныне, ибо насытитесь». То есть, не ищи тут комфорта всецелого. Вот принимая вот эти трудности, если скорби посылаются, говорят святые отцы, то принимай их как заслуженные, что это тебе вот в очищение грехов твоих, в исправлении твоего сердца, и поэтому вот так. А если ты всю жизнь действительно довольный, всю жизнь сытый, присыщенный, то тебе и рай это не нужен, твое сердце закрыто, оно как успокоилось в этом комфорте земного мира. «Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь». Речь, конечно, о покаянии, прежде всего, о том, чтобы каяться о своих грехах. И вот плач, он у святых отцов не всегда подразумевает слезы. Вот слезы, это понятно, что такое человек, проливает слезы. А плач, это глубокое покаянное настроение, когда дух человеческий стинает пред Богом, осознавая свою греховность, каятся, и такие люди наследуют духовную радость в Царстве Божием. «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное за Сына Человеческого». Тут, конечно, и напрямую гонение за имя Христова, ну и вообще всяческие несправедливости, и вот нужно принять их, потому что сам Христос прошел через это, его тоже ненавидели, его поносили, да, и такие страдания, что нам и не снилось. «Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах, так поступали с пророками отцы их». Так поступали с пророками отцы их, это понятно, то есть пророков тоже гнали, «А что значит «возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах». То есть в день гонений, как это так, взять и возрадоваться? Вот вспоминается один схиегумен, Ефимий Тимаков, по-моему, если не ошибаюсь, фамилия, ну, мало кто о нем знает, он сослан был в Казахстан, но схиегуменом он стал уже в глубокой старости, а в молодые годы Иван его звали, и была у них крестьянская семья, там еще братья, сестры, родители, ну, отец вот умер уже, когда коллективизация, а так как они были крестьянами с большим хозяйством, то у них решили отнять хозяйство, и так как они поначалу не вступали в колхоз, то вот приходят ну, кто там, уполномоченные, и говорят, вот где ваша мама, вот мы будем ее сажать за то, что она вот удерживает все это добро крестьянское, ну, а ее в это время не было дома, тут же они сказали, что вот она там уехала, и у братьев, в общем, решили скрыть, и когда вот этот услышал Иван про то, что вот маму хотят посадить, то он говорит, вспоминает, что у него голова разболелась, ноги он еле волок, вот, и ну, братья говорят, ну, ты скажи, что вот она там далеко, и, значит, когда он им говорит про это, опять они приходят, говорит, и они ему отвечают, ну, раз так, то тогда ты вместо мамы поедешь в ссылку, и вот забирает его, и вот он говорит, что вот тут у меня вдруг родилась такая радость в душе, возникла, какой у меня вообще никогда не было, и у меня сразу голова перестала болеть, и ноги мои уже бодро пошли, и я поехал в ссылку, веселый, такую радость, другие идут там печальные, унылые, а на меня смотрят и не поймут, что это он там с головой, что ли, у него, что он радуется, а причем он уже был женатый на тот момент, и маленький ребенок, и вот они поехали, и он впоследствии вспоминал, когда его спрашивали, какой день был самый радостный, он говорит, самый радостный день был, это когда я именно вместо мамы поехал в ссылку, а почему так, потому что в нем проснулась вот эта жертвенная любовь, что он как бы вместо мамы пострадает, и что это вот такое добро, которое вот ни с чем не сравнить, и из-за этого у него и возникла такая радость, вот тут и сказано, возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах, и потом он прошел очень такой, конечно, сложный путь, и в общем-то, кто-то из детей у него умирал, и там в Казахстане многие претерпели страшные муки, но Господь через это его настолько укрепил, что он прожил жизнь, там и дети, внуки были, а потом он уже на склоне лет своих принимает монашество, и даже вот священный сад, и к нему приходили уже за советом, то есть вот как жертвенная любовь и принятие вот с любовью вот этих страданий за имя Христова и ради ближних оборачивается радостью сердечной. Напротив, горе вам богатые, ибо вы уже получили свое утешение, горе вам присыщенные ныне, ибо взалчите, горе вам смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. И в общем-то действительно так те, кто ставят цели только богатства, они все время недовольны, вот все время, все, что они сделают, в конечном итоге будет не так, да, если где-то им надо 10 минут подождать уже, они выходят из себя, потому что ну, все ориентировано только на комфорт, а в нашем мире не бывает так, что только комфорт. Наш мир это мир скорбей, испытаний, страданий, и те, кто присыщенные, они обречены на несчастье, а уж в будущей жизни они тем более взалчат, потому что жили только ради страстей, и те, кто провели свою жизнь, вот эту земную, только в смехе, хохоте, ну, обычно посмеиваются над другими, да, такое вот лукаво-надменное превозношение над другими людьми, и в итоге это оборачивается скорбью души. Когда душа выходит из тела, тот человек понимает, что он провел свою жизнь совершенно не так, как должен был провести, и, в общем, посвятил себя не тому и растратил свое время, и поэтому вас плачет и возрыдает. «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали лжепророками отцы их», то есть ты просто не пройдешь вот эти нужные испытания, что о тебе все хорошо говорят, и ты сам думаешь о себе хорошо, все тебя хвалят, и ты сам себя в душе своей тоже хвалишь, вот, а чтобы увидеть самого себя, нужно пройти через очень много разных испытаний, и когда на тебя начинают наговаривать или клеветать, то вот смотри тогда, что начинает шевелиться в твоей душе, и тогда начинает работать, а без этого внутренняя работа не начнется. «Но вам, слушающим, говорю», и вот это, наверное, самые такие золотые слова из шестой главы Евангелия от Луки, «Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всяком просящем у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад, и как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Вот очень тяжело передать, объяснить всю глубину этих слов, но они понимаются в личном опыте духовной жизни, потому что вот любовь к врагам, благотворить ненавидящим вас, благословлять проклинающих, молиться за обижающих, это все на самом деле означает глубокую внутреннюю свободу, свободу сердца. Вот человек, который ненавидит, он в оковах, его ненависть, она его самого уничтожает, а тот, кто любит, он свободен, он над этим миром взаимной грызни, обид, притеснений, ненависти, и он молится о другом по любви, которая его приполняет, и собственно вот эта любовь и приносит ему счастье. А если ты горишь от злобы, то ты превращаешься вот в такой вот маленький ад, который закрыт в твоей душе, и от этого будешь только мучиться. Всякому просящему и у тебя давай, и отзявшего твое не требуй назад. Я вот знаю некоторых таких людей, которые когда просят, у них действительно дают, если есть, а назад не требуют. Ну, в общем-то, наверное, это вот по Евангелию так и должно быть, что мы, если дали кому-то в долг, то обратно требовать не стоит. Вот если есть, конечно, такое желание и возможность, попробуйте это на себе, и вы увидите, что Господь вас благословит через это. А там названивать и спрашивать, когда ты там вернешь, и давай, давай, это вот может быть немножко не то. Душа уже твое, она немножко стесняется, будет в тесной рамке вот такого немилосердия помещаться. В романе Виктора Гюго рассказывается, как с каторги выходит освободившийся человек, Жак Вальжан звали его, и негде остановиться, и вот ему приют дает епископ, который старался вести такой вот благочестивый образ жизни, и ночью просыпается этот освободившийся каторжанин, и не сумев справиться со своей натурой греховной, он отыскивает серебряную посуду, складывает мешок и убегает. Утром епископ просыпается и говорит своим, ну что ж, вот это серебро мы им владели видимо незаконно, потому что оно должно принадлежать бедным людям, а этот человек, который у нас был, он без сомнения бедным, так что пусть оно ему и достанется. А потом приводят вдруг жандармы этого Жака Вальжана, то есть они его поймали, откуда ты взял серебро, вот приходят к нему и думают, что сейчас епископ подтвердит, а тот вдруг говорит, почему же вы не взяли с собой еще и вот эти вот серебряные подсвечники, я же их тоже хотел подарить вам, они вот по праву принадлежат вам, то есть он не только не обвиняет его, а даже оправдывает и снимает все обвинения перед полицейскими, его отпускают и вот такое прощение и удивительное милосердие, любовь, они уже буквально преображают душу вот этого героя, который совершенно по-новому смотрит уже на окружающий мир. и вот Евангелие, оно и призывает нас к тому, чтобы мы начали смотреть совсем по-другому, чтобы мы перестали вспыхивать какой-то злобой, понимали, что человек по немощи своей, по глубокой немощи совершает какие-то грехи и наша задача помочь этому человеку, то есть если он согрешил против нас, он самому себе причинил рану и вот мы должны от сердца помолиться о нем, чтобы Господь спас его от этого, от этой беды, то есть мы должны друг друга выручать в этом мире, потому что каждого человека Господь сотворил для вечной жизни. «Если любите любящих вас, какая вам зато благодарность? Ибо грешники любящих их любят». То есть вот как по принципу «я ты, ты мне», то здесь любовь, она в общем-то исчезает. И потом бывает так, что вот какой-то человек он тебе помогает, он к тебе расположен и ты его любишь. А проходит время, у него, допустим, искушения какие-то возникли, и он уже к тебе не так расположен. И ты тогда что, любовь сменяешь на неприязнь и даже ненависть к этому человеку, и значит, в тебе нет любви. То есть ты настолько неустойчив, что очень легко отпадаешь от любви Божией. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам зато благодарность? На небесах какая благодарность вам будет? Ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам зато благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. И в общем-то вот преподобный Силуан Афонский, он постоянно об этом писал в своих заметках, причем он не собирался их публиковать, это просто были личные его заметки, они опубликованы в книгах, посвященных старцу Силуану. И там он пишет, что вот любовь к врагам является основным признаком христианина. Ну, почему так? Потому что ближних мы и так любим, тех, кто к нам хорошо относится, мы и так любим. А в чем отличие от христианина? Отличие от христианина, оно только по одному признаку, по любви к врагам. Если нет любви к врагам, то значит еще вот христианство в нас оно не до конца возобладало. И Спаситель говорит, но вы любите врагов ваших и благотворите и взаймы давайте, не ожидая ничего. Это вот как солнце, которое всем дает свет, и Господь в общем-то каждого человека хочет привести к спасению. Если вот пред нашим взором он какого-то грешника вот так вот явно не наказывает, это не значит, что Господь никогда не выразумит его какими-то страданиями. Просто вот мы не наблюдаем наказания грешников. А промысел Божий, промысел Божий, он старается каждого человека привести к исцелению от его страстей, вот, дает постоянно какие-то вразумления, но не все хотят вразумиться. Да, и вот наша задача все-таки свет Божий впустить прежде всего в свою личную жизнь, в свою душу, сердце, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо он благ и к неблагодарным и злым. То есть, вот, Господь, он благ ко всем, к неблагодарным и злым. А их беда в том, что они, именно в том, что они злые и неблагодарные, и из-за этого-то они и отделяются от Бога, а Господь-то готов был бы их принять сразу «Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд». То есть, милосердие, как милующее сердце, это некое отражение в человеке Божьей милости. И поэтому, если мы проявляем такое милосердие, то и Господь к нам тоже проявит его. И в этой связи Спаситель как раз и дальше продолжает «Не судите и не будете судимы, не осуждайте и не будете осуждены, прощайте и прощены будете». Вот, пожалуйста, очень простой ответ на вопрос, как нам достичь спасения, как нам достичь оправдания на страшном суде. Не суди, и ты не будешь судим, не осуждай другого, не будешь осужден. Прощай тех, кто согрешил против тебя чем-то. А что значит прощай? Значит, в душе не держать никакого зла, и даже молиться об этом человеке, чтобы он спасся. И прощены будете. Ну, вот еще расскажу тоже небольшой случай. Это рассказывали знакомые сотрудники Следственного комитета Российской Федерации. И там вот у них тоже среди знакомых был такой вот дедушка, который в молодости, когда там еще НКВД, или как там называлась та структура, он участвовал в гонениях на верующих людей. И он при том числе принимал участие в подписании вот этих указов на расстрелы, на репрессии. А когда он сам умирал, то стал испытывать какие-то мучения, терзания, тяжело умирал. И вдруг потом он приходит в себя и просит неожиданно позвать священника. Ему говорят, ты же коммунист, ты же всю жизнь боролся против церкви. И он рассказал, что оказывается он увидел на это, ему видение открылось, как на небесах находятся те, кого он гнал и кого-то они расстреливали. И вот эти люди, исповедники веры Христовой, там как бы две вещи ему открыл, что во-первых, они причастны такой радости и такому счастью, что он за всю жизнь свою даже близко не прикасался к этому. То есть они более счастливы, вот эти убиенные, гонимые, более счастливы, нежели он, хотя вроде бы он чисто внешне проявлял какую-то власть, то есть он вроде бы над ними был, когда отдавал эти распоряжения, но его жизнь прошла как ад сплошной. Это вот первое, что его поразило. Его жизнь прошла как ад, а они в раю и у них в душе рай. И второе, то, что его поразило, то, что они там на небесах молятся о нем, чтобы и он спас и был вместе с ними. Вот она, эта жертвенная любовь, что они не просто прощают его, они воспринимают его земное поведение, как некоторое временное недоразумение его, что он просто был во временном помрачении ума, и вот они молятся, чтобы Господь его тоже спас и поместил вместе с ними в раю. И вот это их жертвенная любовь и прощение настолько его поразили, что он полностью от всех своих вот этих дьявольских, атеистических убеждений отказался, пригласил священника, крестился, исповедовался, причастился и после этого уже спокойно умер. То есть вот в чем суть евангельского благовестия, об этом Христос и говорит. Прощайте и прощены будете. Давайте и дастся вам меру добрую, утрясенную, нагнетенную, переполненную оцыплют вам в лона ваши. Ибо какую меру мерите, такой уже отмерится и вам. И на самом деле это так. Иногда кажется, что мы кому-то помогаем, а как же нам взамен? И даже в земной жизни этот закон проявляет себя. Те люди, которые не боятся помогать, бескорыстно что-то делать, из-за этого они часто терпят тоже несправедливости. И потом я знаю такие случаи, когда Господь явно показывал, что в случае нужды им неожиданно приходит такая помощь, которую они не ожидали. И дается это именно меру добрую, утрясенную, нагнетенную, переполненную. То есть, когда насыпают в мешок, и чтобы побольше поместилось, вот немножко протрясают, потом даже приминают вот так, нагнетенную, приминают, чтобы побольше туда зашло, еще сверху насыпают и переполненную. И это действительно вот так тем, кто старается бескорыстно тоже служить Богу на земле, помогать ближним. Ибо какую меру мерите, такой же отмерится и вам. И дальше вот еще некоторые тоже поучения. сказал так же притчу, может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? То есть, если ты еще не достиг сам духовного уровня, то не спеши поучать другого. А у нас всю жизнь получается так, что все мы кого-то учим, все мы начинаем подсказывать. Будучи слепыми, мы пытаемся другого слепого куда-то везти, в итоге оба падаем в какие-то ямы жизненные. То есть, не нужно спешить брать на себя учительские обязанности, ну, чтобы по жизни кого-то учить. Дальше Спаситель, тут получается так, что некоторыми такими фрагментами Евангелист Лука записывает вот эти фразы, которые Спаситель произносил. Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись будет всякий как учитель его. То есть, все мы должны проходить некий такой вот духовный путь, и должны быть, конечно же, подлинные духовные наставники, и поначалу мы не можем чего-то достичь, но со временем, вот как это в традиции оптинского старца, где сначала были они послушники, да, как преподобные амбруси оптинский, а потом он сам стал старцем, то есть, он достигал меры учителей своих. Что ты смотришь на сучок в глазе брата своего, брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? А вот это обычно мы так и всегда, да, мы ничего не видим, не замечаем своих недостатков, а очень легко спешим замечать недостатки нашего ближнего. Или как можно сказать брату твоему, брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Основная беда всех нас в том, что мы всегда недовольны ближними. И нам кажется, ну вот, очевидно, что вот он здесь неправильно поступил, потому что надо было вот так, вот так, вот так. А когда на самом деле нас самих ставят куда-то, на какое-то место, чтобы мы принимали решение, мы тут же легко допускаем такие же ошибки, впадаем в те же самые грехи, но про себя вот это вот уже так быстро не подмечаем. И получается, что мир, он предстает, как такое сообщество судей, вечно недовольных всем, что происходит. И все, сидя на диванах перед телевизором, произносят правильные вещи о том, как нужно устраивать жизнь, осуждают тех, кто допускает ошибки, но мы находимся в самообмане. Эти ошибки, они сидят внутри нас, и мы должны работать прежде всего над собой, очищая свое сердце, исправляя свой ум. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смок с терновника и не снимают винограда с кустарника. То есть, если нечто доброе, то оно непременно принесет именно добрый плод. Вот многие святые люди, они росли в безвестности, но потом приходило время, и люди начинали видеть, какие добрые плоды они приносили. А бывает так, что выступает какой-нибудь, ну вот как на рубеже 80-х, 90-х годов выступило много лжеучителей, которые вроде бы они говорили прекрасные вещи, цитировали тоже Евангелие, это сектанты различные, и только спустя десятилетия уже по плодам, по плодам понимали, что с терновника невозможно собрать смоквы, или с кустарника невозможно собрать виноград. И тут еще вот мы какую видим такую очевидность, что должно пройти время, чтобы понять, и люди на своих собственных ошибках понимают, что зря они ходили вот в эти секты, зря они набивали себе эти шишки, ну, хотя бы через это получили какой-то опыт. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Хочешь узнать человека, хочешь узнать, что у него на сердце, ну, просто послушай его, потому что действительно человек говорит то, что у него на сердце, и добрый человек, у него сокровища внутренние добрые, поэтому он добрый будет говорить, а злой человек он извергает всякую злобу, что наша душа это действительно как сокровищница, в которой мы что-то храним, скрывая отзор других, и потом в каких-то ситуациях мы это выплескиваем наружу, или просто износим наружу. Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? «Всякий приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам кому подобен». А здесь речь идет, конечно, про нас, про христиан, когда мы можем постоянно упоминать имя Божие, но при этом не делаем то, что говорит Христос. Без заповеди Божьей, конечно, молитва теряет основу, что если ты молишься, но живешь настолько далеко от Евангелия, что ничего Христова в тебе уже не будет видно. Вот всякий приходящий и слушающий и исполняющий, вот кому он подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камни. Речь идет именно не о теоретическом усвоении Евангелия, то есть можно выучить много цитат, но потом жизненные невзгоды все это порушат, а о том, что должна быть некая внутренняя укорененность в Евангелии, как бы полагать основание на камне, на фундаменте, и этот фундамент это вот исполнение, это внутренняя верность Христу, почему когда случилось наводнение и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне, а слушающий и неисполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое. Это значит, что Евангелие не стало стержнем жизнью, это какое-то было порывистое просто стремление испытать молитву, как некий мистический опыт, а Христос, как вот Сын Божий, как тот, кто является нашим творцом, создателем, кто для нас, в общем-то, и должен быть подлинной радостью, он оказался вне нашего сердца, и поэтому не было фундамента, на котором строить бы духовную жизнь, и в случае каких-то испытаний все это порушилось. Так что, дорогие братья и сестры, постараемся нашу духовную жизнь основывать именно на фундаменте, на прочном фундаменте, то есть стараться исполнять Слово Божие, стараться быть верными Господу Иисусу Христу в глубинах нашего сердца, чтобы это была не просто какая-то теория отвлеченная, а вот некая насущная потребность для нашего внутреннего мира, и тогда никакие внешние вот эти искушения, волны, ветер и так далее, они не смогут порушить дома строение нашей духовной жизни. Храни вас Божие, дорогие братья и сестры! Игорь Негода,